Почти что. Ширина разная. Значит, самая широкая часть 80 километров, 25, самая узкая против реки Селинги, это самый крупный приток. Более 300 притоков у Байкала, но и несколько крупных. Барбузин река, река Турка, а Селинга начинается в Монголии и несет почти половину всей воды озеру. Уносит воды Байкальские ангара. Вот мы на западном берегу у ее истока. Будете в центре Листвянки, с границы в сторону восточного берега, сегодня он, наверное, не виден, да, сегодня солнышка нет, 41 километр до поселка Тонкой. От нас, когда от нашего здания, смотрим-смотрим в сторону Байкальска. 63 километра до города, а до гор больше. Напротив нас Хамардабан от роги Восточного Саяна. Видите, что высокие горы окружают, надеемся, что охраняют Байкал. Вот видно на этом макете водного тела, что у Байкала припочти отдельные котловины. Наиболее глубок средний, наименее глубок север, до 900 метров максимум северной котловины, он моложе. Значит, если мы говорим, что Байкалу около 30 миллионов лет, а северная котловина миллионов на 20 моложе. Южная котловина глубока, и это старая часть, значит, почти полтора километра. Вот котловины отделяются подводными горами. Порог Селингинский отделяет южную от средней. А посмотрите, присмотритесь, остров Альхон, оказывается, не сам по себе. Вот он переходит в подводный академический клебет. Когда-то здесь проходила граница суши, когда в Памине не было северного Байкала. Что было? Вот и нет.